Дорогие рязанцы, сегодня наш регион, как и вся страна, живет в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В Рязанской области делается все возможное, чтобы не допустить масштабного распространения коронавируса. Но, как вы знаете, количество заболевших продолжает расти. На эту минуту у нас 38 подтвержденных случаев заражения, из них трое дети. Анализы еще 55 человек, среди которых уже шестеро детей, отправлены на подтверждение. Пик пандемии еще не пройден, поэтому сейчас, как никогда раньше, важным является соблюдение установленных норм и предписаний. В этой ситуации призываю всех рязанцев к личной ответственности и пониманию. Мы вместе боремся за здоровье и жизнь каждого человека в каждом районе, в каждом населенном пункте. Со вторника, 7 апреля, в двух селах Рязанского района, Заокска и Коростово, из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией, вновь введен комплекс ограничительных мероприятий. Это сделано для стабилизации эпидемической ситуации. Среди 17 жителей и поселения есть люди с подтвержденным диагнозом и те, чьи положительные результаты анализов сейчас находятся на проверке в Москве. В обоих селах много людей, которые были с ними в контакте. Чтобы купировать очаг инфекции и обеспечить на время превентивных мер максимально комфортные условия проживания, я дал поручение Министерству социальной защиты оказывать незамедлительную помощь гражданам в решении спорных вопросов с их работодателями. Министерству здравоохранения поставлена задача обеспечить наблюдение всех жителей сел и госпитализацию заболевших. Приняты необходимые меры по обеспечению лекарствами и продуктами всех нуждающихся заоксом и коростой. Налажен вывоз молока с территории поселений, организовано дежурство специалистов Роспотребнадзора. Я понимаю, что жить в новых условиях непросто. Изменился привычный распорядок дня. Накопились нервозность, усталость, старые бытовые проблемы. Но, к сожалению, в сложившейся ситуации у нас нет другого выбора. Это испытание для всех нас, и мы непременно должны его преодолеть. Уважаемые рязанцы, чтобы пережить это сложное время, нам нужно действовать вместе, сообща. Я еще раз прошу всех, оставайтесь дома, не выходите на улицу без крайней необходимости. Это вынужденная, но жизненно важная необходимость. Мы должны действовать быстро и профессионально, дорожить каждым днем. Нами уже оперативно приняты и реализуются государственные меры поддержки. Они направлены на сохранение социального благополучия граждан, стабильности в экономике, на обеспечение ее устойчивого развития. В дополнение к федеральной помощи, правительство Рязанской области со своей стороны подготовило целый пакет региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект сегодня был принят депутатами областной думы и уже начал действовать. Предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены налоговые льготы. Снижены ставки для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения, ставки по налогу на имущество организаций в два раза при применении общей системы налогообложения и в три раза при применении упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход. По транспортному налогу преференция составит 50%. Сегодня многие наши предприниматели проявляют лучшие свои качества, неравнодушие и профессионализм. Многие заявили, а некоторые уже сумели переориентироваться и начать производить продукцию, которая нужна именно сейчас. Мы ценим эту поддержку и социальную ответственность, которая всегда была присуща рязанскому бизнесу. Максимальную активность и высокую гражданскую ответственность демонстрируют добровольцы. Они оказывают неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом, в первую очередь медикам, которые сегодня на передовой. В наших лечебных учреждениях создан запас необходимых препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, оснащены все медицинские организации, где созданы инфекционные койки для больных с коронавирусом. Регион получил из федерального бюджета дополнительно 123 миллиона рублей на обеспечение больниц медикаментами, средствами защиты и оборудованием для борьбы с инфекцией. Еще 145 миллионов рублей выделены из регионального бюджета и резервного фонда правительства области. Более 97 миллионов рублей федеральных и областных бюджетов направлены на дополнительные выплаты и поощрения медиков, врачей и медсестер, чья работа связана с риском заражения коронавирусом. Сегодня в регионе активно идет посевная кампания. Наши агрария не останавливали свою деятельность ни на минуту. Работают аптеки, магазины, которые реализуют продовольственные товары и товары первой необходимости. Продолжают свою деятельность системообразующие предприятия, важных для экономики отраслей. В их числе предприятия нашей оборонки, пищевой промышленности, строительного комплекса. Режим их работы строго регламентирован. На потребительском рынке Рязанской области в целом ситуация стабильная. Продовольственный запас, который был создан на ближайшие два месяца, не снижается. Уважаемые рязанцы, ситуация в регионе полностью под контролем. Поводов для паники нет. Все наши службы готовы к работе при любом развитии ситуации. Но опасность по-прежнему остается высокой. Мы постоянно держим связь с нашими федеральными коллегами и специалистами-эпидемиологами. Учитывается опыт других стран, а он говорит о том, что определяющими для всех нас будут ближайшие 2-3 недели. Это значит, что нам надо мобилизовать всю нашу волю, внимание, терпение, сфокусироваться на самом строгом выполнении рекомендаций врачей и введенных профилактических мер. Дисциплина и ответственность, предельная концентрация всех ресурсов поможет нам одержать победу над этой заразой. Я рассчитываю, что вы именно так и поступите. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.